Три пары летних носков и пять пар крошков. Это только малая часть того, что дополнительно получат перед отправкой в Татарстане контрактник. Можно просто прийти с пустыми руками. Военнослужащего здесь оденут и дадут, что пригодится на фронте. Спальный мешок, коврик, аптечку. В аптеку ходят обезболивающие, стерильные бинты, обработка для раны. Все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи. Руки все заняты. Донести до автобуса непросто. На прошлой неделе из Центра «Патриот» отправляли на СВО около 50 контрактников. Трое из них из соседних регионов – Башкортостана, Кировской области и Мариэл. Нет, никто не уговаривал. Сам хотел. Полно мальчишек знакомых. Перебило просто. Вот из-за этого. Тем, кто уйдет из Татарстана по контракту в первые два месяца лета, получат 700 тысяч рублей. 195 тысяч от Минобороны, 505 тысяч – республиканские. А с учетом дополнительной поддержки от городов и районов сумма выплат достигает миллиона. Семьи получат дополнительную поддержку в виде различных льгот. Так как у нас есть дети, нам обещают хорошую поддержку. По крайней мере, у нас есть такие, которые ушли, да, они довольны. Ну, довольны тем, что их поддерживают. Не то, что их мужья ушли, а то, что их поддерживают. Их не оставляют в трудную минуту. Они в любой момент могут прийти и попросить помощи. Уходят контрактники осознанно. У Владимира осталось дома шестеро детей. У него бронь, но мужчина решил подписать контракт. Патриотизм – это же… Вот он не приходит, вот сказали, ты должен. Если сказали, значит, я никому не должен, как мы, как обычно, говорим. А патриотизм – ты посидел дома, посмотрел, что дети бегают у тебя. Ну, смотришь, ребята гибнут. Ну, пойду и надо же тоже кому-то идти. В любом случае. Вот это и есть патриотизм. А оторваться, как говорится, от теплой кроватки – всегда тяжело. Ну, все служат, все идут. И мы послужим. Беседую с ребятами, которые уходят. Главный лозунг, главный слоган, который они выдвигают. Если не мы, то кто? Поэтому здесь, наверное, говорить о каком-то финансовой составляющей. Прежде всего это осознанный выбор. Осознанный выбор гражданина и патриота. Вас призвали служить элитные, можно сказать, войска ВДВ. После успешного прохождения, подготовки пройдет распределение. Стремятся каждого солдата назначить на ту должность, где он принесет больше пользы. Именно польза, а не просто пойдет и погибнет. А ваша задача – выжить. Ребята, берегите себя, возвращайтесь живыми и с наградами. Большинство контрактников в горячих точках раньше не были. Чтобы вспомнить армейские навыки или вообще впервые их приобрести, всех отправляют в части, где они пройдут подготовку. Там же станет понятно, какая профессия будет у бойца. Маргарита Трегубенко, Равиль Мукменов, Новости Юго-Востока.